Всем привет и добро пожаловать ко мне на канал. Мой канал посвящен синтезаторам и электронной музыке. Если вам такое интересно, обязательно подпишитесь. Сегодня я вам расскажу про новый модуль, который я ждал для своей Eurorack системы, для того чтобы она могла подружиться с моим другим сетапом, который не имеет CV-гейтов, то есть MIDI он имеет, и можно было их друг с другом подружить. Это MIDI 2 Trigger Converter. Этот модуль от компании Erika Sins. Он позволяет MIDI сигнал конвертировать в триггеры, но не в гейты, а именно в триггеры, и там CV тоже нельзя получить, то есть мелодию какую нельзя от него сыграть, но зато у него есть целых восемь триггеров, которые можно подать на Eurorack системы. Для чего я это купил? Мне кажется, чтобы использовать свой Digitact полноценно, у него есть восемь как раз таки дорожек. Я хотел бы использовать свой Eurorack в качестве драм-машины такой, скажем так, электронной, наверное, или синтезаторной такой драм-машины перкуссии, чтобы можно было подать восемь триггеров и, соответственно, уже забирать оттуда уже звук готовых барабанов. Некоторые модули, такие как Knit, они позволяют выстроить, там есть low-pass, да, гейт, там есть возможность даже сделать звук этот чуть-чуть, то есть там огибающая какая-то внутренняя есть. Если у вас просто осцилляторы, то такой модуль вам, скорее всего, не подойдет, и нужен полноценный MIDI-CV-конвертер, который позволяет контролировать и другие параметры. Ну, поскольку в ZeroCost есть уже внутренний встроенный MIDI-CV-конвертер, да, то есть который позволяет как раз-таки играть с мелодию, например, бас можно с ZeroCost запустить, точнее, бас можно запустить с Digitact на ZeroCost, и он, соответственно, будет играть. То есть такой вариант подключения тоже имеется в моей системе, поэтому я именно приобрел триггеры. Также эти триггеры чуть попозже расскажу, они, их тоже 8 штук, и они будут управлять в будущем светом, который я буду подключать. Но пока светильников нету, есть только сам иллюминатор. Сегодня я тоже покажу, как я буду подключать в будущем. Давайте сначала расскажу про Digitact. Digitact — это сэмпленная драм-машина, у которой есть возможность еще 8 синтезаторов внешних управлять, то есть 8 дорожек. Как вы будете их использовать? Ну, дело ваше. Вы можете использовать для аккордов, например, какой-то цифровой синтезатор, можно монофонически подать секвенции 8 штук с него, или просто вот как я буду сегодня использовать только для триггеров, также можно это все использовать. Можно и одну дорожку, на самом деле, для триггеров использовать, но там есть ограничения по полифонии, то есть всего три, по-моему, или четыре ноты можно с каждой дорожки. И когда будут одновременно играть больше трех или четырех нот, то они будут взаимозаменяться, а это мне не нужно, поэтому я решил сделать сетап следующим образом. Я выбираю трек девятый, он у меня на первом канале, они у меня все, короче, на первом канале, да, это обязательно, но ноты здесь все разные, то есть когда первый идет, например, нота С, дальше С-шарп и поехали так вперед. То есть я настроил таким образом, чтобы, например, первая нота подавалась на первый канал. Этот модуль настраивается очень просто, здесь нужно зажать просто эту кнопочку, которая здесь единственная кнопка, которая в нем есть, и он начинает принимать сигнал. И с первого по последний вы подаете на него сигнал, он запоминает в нужной последовательности вот эти триггеры, которые MIDI будут подаваться на него и сохраняет. Там есть еще один режим, когда восьмой канал можно превратить просто в clock source, то есть там чуть подольше задержать, и тогда семь каналов вы будете использовать для триггеров, а восьмой будет просто как clock source тоже для вашей системы. В общем, полезная штука для того, чтобы синхронизировать. Такая штука была в TR8s, там есть просто вот как раз таки clock для синхронизации, но в Digitact этого нет, поэтому придется покупать вот какой-то такой модуль. Я взял себе вот такой простой MIDI trigger Converter от компании Eric Essence. Мне показался он очень простым и не требующий какого-то сильного внимания, то есть по настройкам там все очень просто. Также совсем недавно вышла новая прошивка для Digitact версия 1.5, сейчас мы тоже ее затронем немножко. На одном из каналов в Digitact я загрузил Amin Break, это известный такой Breakbeat sample, ну точнее его используют для много чего, там для драм-баса, для Breakbeat. И сегодня я также его тоже использую, то есть что добавили в этой прошивке? Здесь добавили четыре движка новых, которые могут, в общем-то, этот сэмпл во времени как-то растягивать, это может быть какой-то определенный тип нарезки, либо бандшот, либо слайс. В общем, полезные вещи добавили, такие по типу движки, как в синтакте. Я считаю, что это, конечно, это устройство вводит на новый уровень сэмплирования. Хоть здесь, конечно, и нет стерео, но, тем не менее, теперь есть возможность, по крайней мере, варпить эти сэмплы, да, и есть возможность их слайсить, это очень удобно, слайсить, то есть, ну, нарезать можно, выбрать, например, варианты, так, варианты сетки можно, там, ну, то есть их можно много, вот можно сделать четыре, на четыре куска нарез можно еще больше, также можно все это в Trick Condition программировать, то есть, например, один из каких-нибудь этих сэмплов, вот он может быть не четыре, да, а шестнадцать, то есть у меня вот тут уже установлен параметр Lock на этот показатель, и, соответственно, этот триггер срабатывает на кусочек сэмпла, чуть-чуть более короткий. Так, давайте разберем по очереди, что я тут напатчил. Первый канал идет на модуль Knit, вот такой басовый осциллятор играет, то есть, MIDI-сигнал идет на этот евро-рек-модуль Eric Essence, да, и он генерирует триггер, который идет во входящий триггер на модуль Knit, у него внутренний есть микшер у этого Knit, который уже преобразует, в общем-то, этот триггер в гейт. Кстати, чем гейт внутренним микшером? Чем гейт отличается от триггера, вы можете посмотреть на моем бусте, там есть дополнительные видео для моих подписчиков, для моих бустеров. Тему триггеров гейтов и CV я раскрываю в этих дополнительных видео, так что, если вам интересно и вы вдруг хотите меня поддержать, добро пожаловать, становитесь бустерами, это поможет развивать канал и, я надеюсь, вам будет интересно смотреть от меня дополнительный контент. Аудиосигнал идет в Supercell и обрабатывается ревербератором. Также тут настроена определенная модуляция, здесь даже и фильтрация есть динамическая, поэтому этот бас звучит постоянно с какими-то изменениями, поэтому его интересно слушать продолжительное время. Второй триггер, он всего лишь один, он отправляется на модуль Knit, здесь настроен полифонический голос, который идет без обработки уже просто в микшер, но у него есть фильтр, я люблю этот режим использую для атмосферы. Также на него подается CV с клавиатуры и я могу играть мелодию, в общем-то этим пэдом или аккордом. Третий триггер идет на модуль Syncussion, он в качестве такого, наверное, Noise Head выступает. На Decay также идет вот этот сигнал с контура, но сейчас ZeroCost не работает, сейчас мы его включим. Так, и параметр Decay начинает меняться в соответствии с модуляцией, которую мы подали с ZeroCost. Ну и сам ZeroCost тоже звучит, потому что четвертый сигнал, я с этого модуля как раз таки забрал и подал на ZeroCost. Вот он этот сигнал четвертый, он идет прямо в модуль Contour и соответственно триггерится ZeroCost с помощью этого триггера с модуля. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Такой вариант подключения DigiTact и Eurorack меня очень, даже более чем устраивает, потому что подавать мелодию, ну это, знаете, на CV постоянно какие-то неточные показатели, надо синтезатор, точнее осциллятор выстраивать, то есть по тональности, это не всегда удобно. Вот, а именно триггерами таким образом можно создавать какую-то техномузыку. Ну на самом деле тут от музыки зависит, если вам нужна какая-то перкуссионная синтезаторная история, как мне, то этого будет достаточно. Этот модуль, который конвертирует MIDI в триггер, мне очень понравился своей простотой, а также возможностью 8 триггеров подать на систему. Также в перспективе я планирую использовать его и для света, сейчас я покажу, как это примерно выглядит. То есть я беру параллельно сигнал триггера и подаю на световой прибор с помощью иллюминатора. Первый я, например, подаю в первый прибор, второй во второй, третий в третий, четвертый, ну пусть пятый, ладно, и шестой. На данный момент иллюминатор не подключен ни в один из световых приборов, но у него есть такие лампочки, да, индикаторы, которые получают сигнал и, соответственно, примерно так и будет сигнал воспринимать световой прибор, который будет к нему подключен. По-моему, это очень интересно. Если взять, например, еще параллельно использовать, например, бочку и какой-нибудь хай-хэт, да, например, эти два пустых сигнала можно просто запараллелить в диджитакте, прописать такие же миди-шаги, как в бочке, например, или в квэпе, то визуальная картина трека также будет складываться для слушателя. Поскольку этот модуль отдает только триггеры, это не гейты, да, которые имеют продолжительное время, например, или какую-то интенсивную, здесь всего лишь плюс 5 вольт, условно, которые подаются на сигнал, то картинка со светом будет, ну, наверное, не очень динамическая, точнее, она будет слишком динамическая, но не органичная, да, потому что лучше на него подать какое-то CV напряжение, которое бы, например, плавно открывало или закрывало свет. Ну и это можно сделать с помощью каких-то вот процессоров с напряжением, например, этот триггер можно пропустить через Slow, Poly, Contour для того, чтобы показать более органичное, вот этот вот один из вариантов синтеза, который можно забрать из EUREREC системы. Тут уже зависит от того, какую задачу и цель вы будете преследовать. Для меня было очень важно в этом своем маленьком компактном EUREREC синтезаторе собрать действительно модульную систему, которая пригодилась бы мне для экспериментов, как в случае с Terminvox, да, и для танцевальной музыки в том числе. Мне кажется, что я сейчас выбрал верный путь по оптимизации этих модулей для того, чтобы использовать и в одном, и в другом ключе. У меня осталось еще немного места, я пока подумаю, что туда добавить, может быть, и ничего не буду добавлять. Но пока мой сетап состоит из двух вот таких цифровых синтезаторов, KNIT осцилляторов-синтезаторов и аналогового модуля Syncussion, а также процессора эффектов. Этот процессор эффектов очень большой, но я обязательно сниму про него видео и расскажу, почему он лучше, чем Klaus или там Monson или другие версии Klaus. У него есть очень крутое преимущество, я об этом уже говорил, но подробнее расскажу чуть позже. Большое спасибо всем, кто смотрел это видео, обязательно подписывайтесь, проявляйте активность на канале, это здорово поможет мне. Также, если вдруг вы хотите меня поддержать, то вы можете стать моим бустером, посмотреть там эксклюзивный контент, который я выпускаю, а также видео и подкасты. Ну или просто, если вдруг вы хотите поддерживать мой канал и все те видео, которые выходят на YouTube, добро пожаловать. Ну а на сегодня все, надеюсь, вам понравился мой скетч. До скорой встречи, пока.